Друзья, всем привет, Жука Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу мы разберем с вами ситуацию на криптовалютном рынке. Получили мы с вами довольно интересную коррекцию. Коррекция интересна тем, что мы, когда корректировались от уровня 58 тысяч долларов, которые мы с вами ожидали, мы получили более глубокий вынос стопов. И, с одной стороны, это, конечно, очень классная формация, с другой стороны, здесь есть такой моментик, что не должны были бы мы все-таки ходить под уровень 47 тысяч долларов. Более того, не очень хорошо то, что мы с вами получаем локальный вынос стопов, несмотря на то, что, в принципе, сейчас объемчик рисуется неплохой. И, в принципе, мы с вами вернулись за уровень сопротивления, потенциально закрепились, и потенциально опять пойдем на ретест 50 тысяч долларов, потенциально 52 тысяч долларов. Но это уже более подробно разберем с вами на графике. Я вам напоминаю, есть возможность поучаствовать в розыгрыше на 150 долларов. Каждые 500 подписчиков я разыгрываю. Все, что от вас требуется, это лайк, подписка и, соответственно, лайк, подписка и комментарий осознанный. Соответственно, раз 500 подписчиков, разыгрываю эти средства. Ну и не забывайте то, что в описании всегда есть ссылочка на мой телеграм-канал и на мой тик-ток. В телеграм-канале, соответственно, делюсь всеми своими сделками и соображениями в моменте. Собственно говоря, добро пожаловать на график, мы с вами начинаем. Напоминаю, что самый удобный способ купить или вывести криптовалюту на карту, это воспользоваться услугами биржи sex.io. За долгие годы существования данной биржи не было ни одного взлома. Я сам пользуюсь данной биржей уже в районе 5 лет и очень ей доволен. Основной момент, есть ли у банка вопрос, когда с этой биржи к вам на счет поступает средство. Нет, так как биржа оформляет это как возврат платежа. Очень небольшие комиссии, очень удобная биржа и для торговли, и для ввода, вывода средств. Я ее искренне рекомендую. Все ссылочки вы найдете в описании под роликом. Итак, друзья, начнем с вами с разбора ситуации по биткоину. Я делился в телеграм-канале по поводу вот этой вот формации. По-хорошему, конечно, с таким выносом стопов и перекрытием движения. Здесь мы уже должны были получать восходящее движение. Но вместо этого мы получили еще один вынос стопов и дальше возврат в уровень уже текущей поддержки. С одной стороны, это очень классно, потому что это нам дает с большой вероятностью понять, что здесь мы полноценно вынесли стопы лонгистов, и очень высоковероятно движение дальнейшее восходящее. С другой стороны, конечно, вот эти вот мороки, давайте на дневку выйдем, уже мы в районе 47-50 тысяч, сколько времени болтаемся. Еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что это дневка. Это, ну, не очень хорошо. При этом, что очень важно, то, что я говорил давно, ну, ранее, то, что это ослабление уровня поддержки, то, что это не ослабление уровня поддержки, это пока что у нас с вами отрабатывает, отрабатывает довольно хорошо, показывает, что вероятность на то, что мы с вами уходим в уровень 42-43 тысяч долларов сильно ниже. Поэтому здесь в локальную, все-таки я бы рассмотрел движение в районе полтинника. Что касается среднего срока, это очередной ли тест уровня 52 тысяч долларов. Но что касается еще более долгой, я все-таки думаю, что нас должны закинуть повыше. Еще раз говорю, я не говорю про глобальный какой-то рост. Я считаю, что у нас куда-нибудь диапазон 57, возможно, 62 тысяч должны закинуть для того, чтобы спровоцировать панику лонгистов и потом как следует их зарубить. Что касается ситуации совсем глобальной, я думаю, что мы с вами еще адекватной коррекции не видели. Я вам напоминаю то, что было на уровне 21 тысячи долларов, когда мы с вами корректировались до 3,5 тысяч долларов. Те, кто еще в те времена слова биткоин-то не слышал, вы возьмите график, посмотрите, отмотайте истории, посмотрите, как это все дело было. И вы, в принципе, можете посмотреть график с 2012 года, а не фантазировать себе, что мы сейчас с вами улетаем на 150-200 тысяч долларов, а то и выше. Все-таки в текущей ситуации говорить, что мы так пойдем с вами в таком восходящем движении, это, конечно, полнейшая профанация. Что касается ситуации по реплу, смотрите, с одной стороны, нас выкинуло под уровень 90 центов, я закрылся, я закрылся по стопу, все нормально, там всего минус 2%. Но очень важный момент, огромное количество людей сейчас хочет докупать. Я бы не стал этим заниматься, как бы не хотелось, какой бы тут потенциально разворотный формат актив не рисует. Все-таки у нас с вами довольно нехилая, во-первых, ну, я сейчас ладно скажу, довольно нехилая вероятность на то, что мы с вами будем отрабатывать уровень 90 центов, как сопротивление. Во-вторых, все-таки я хотел бы вам показать, что по факту мы на более крупных таймфреймах рисуем, а по факту мы рисуем с вами то, что у нас раз ложный выход, два ложный выход и три ложный выхода, и еще есть квиз. Поэтому очень аккуратно, да, если мы с вами выйдем за уровень 90, будем здесь закрепляться, да, можно будет еще разочек попробовать. Но сейчас рисковать я бы не стал. Актив не выглядит как-то суперсильно. Еще раз хочу обратить внимание, несмотря на то, что все-таки в моменте объем покупателей здесь присутствует. И локально я считаю, что этот актив отретестит где-то плюс-минус уровень 87, возможно, даже 89 центов. По крайней мере, вот локально в этом движении такая вероятность очень неплохая. Дальше непосредственно смотреть, что будет твориться с покупателем уровня 90 плюс-минус, и там уже, соответственно, принимать решение. Но, разумеется, все свои соображения в моменте я буду давать в телеграм-канале. Если я буду входить еще раз в лонг по реплу, я обязательно там напишу. Подписывайтесь, все ссылки в описании под роликом и в закрепленном комментарии. Что касается ситуации по Dogecoin. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, актив очень неплохо удерживает свои поддержки. Мы с вами получили коррекционное движение, о котором я говорил в прошлом выпуске. До 16,5, я плюс-минус такие уровни обозначал. Получили отбои, абсолютно органичные движения, очень хорошо выглядит актив. Ну вот правда, как бы, знаете, это не было западной ловушкой. Но, действительно, если мы еще сюда накидываем ситуацию на крупных таймфреймах, мы с вами отрабатываем очень хорошие уровни поддержек. Это раз и два. Но мы с вами держим очень хорошие ценовые значения. По-хорошему, если мы сейчас бы корректировались плюс-минус с биткоином, мы бы уже с вами где-то в районе плюс-минус 15-16 центов болтались. Но нет, мы удерживаем диапазон плюс-минус 17-18 центов. И это очень хорошо. Это в очередной раз подтверждает, что потенциально мои соображения верны. И лонг держать по этому активу следует. Поэтому здесь без изменений, я здесь в лонгах. И я считаю, что вероятность, что я здесь заработаю, ну, прям очень хорошая. Прям реально огромная почти. Я бы так даже сказал. Хотя так, конечно, нельзя в аналитике. Так нельзя в аналитике, в криптовалютной говорить. Но, действительно, здесь очень хорошие шансы получить очень неплохой процент доходности. Относительно ситуации по Shiba Inu, я реально не хочу рассматривать этот актив. Но очень большой популярностью он пользуется. Каждый день я получаю по нему огромное количество вопросов. И я просто в очередной раз хотел бы показать, что мы с вами пришли на уровень 3200. И я это говорил в предыдущем выпуске. Актив, я еще раз вам повторяю, здесь сильно как-то не выглядит. Актив, да, потенциально переходит в боковик. Но я еще раз говорю, очень неплохая вероятность. То, что вот этот уровень поддержки, там, 2950 протестим. Очень много уровней, на которые мы еще с вами здесь можем сходить. Разворотным форматом здесь даже и не пахнет. Просто коррекция падений и потенциально дальнейшее еще падение. Если мы с вами будем уже выходить в боковик, все равно мы будем отбиваться где-то там от плюс-минус 3000. Поэтому я бы, честно говоря, тут и локально рассмотрел бы продолжение нисходящего движения. Ну и там среднесрочно отработаем эти поля 3000. Ну и может обратно вернемся куда-нибудь в район там 3500. И потенциально будем выходить в боковик. И тогда уже, когда мы выем боковик, когда мы с вами покажем хорошую фазу накопления. Кто не знает, что такое фаза накопления, вот, например. Вот видите, вот это называется фаза накопления. То есть мы долго находимся в боковике, здесь аккумулируются покупки. В какой-то момент мы пробиваем уровни сопротивления. У нас панические покупки появляются. И начинаются вот такие вот восходящие движения. Я думаю, вероятность на то, что мы плюс-минус в этих диапазонах еще останемся, она неплохая. Но по классике не оттестили район там плюс-минус 2200. Вообще по-хорошему, когда мы выходим в такие вот сетапчики должны. И вероятнее всего оно так и будет, если мы будем смотреть глобально. Глобально мы где-то здесь вот так вот проболтаемся. Дальше дадим нисходящее движение. Вот как биткоин в свое время показывал. Оттестируем как раз вот эти уровни как дно. И дальше уже какие-то восходящие движения будем показывать. По крайней мере, пока что я думаю, что шиба будет давать такие движения. Как минимум в нем очень неплохой интерес. И даже сейчас в текущей ситуации я бы не сказал, что здесь какой-то преобладающий продавец. Несмотря на то, что сетап на продажу. Но я бы не сказал, что здесь прям льют этот актив. Нет, определенный этот актив не льют. Но и к покупке я бы не сказал, что это какой-то супер отличный вариант. Я более того скажу, даже Ripple тут интереснее выглядит. А Dogico здесь раз в 10 интереснее выглядит. Поэтому я не знаю, что вы так к нему прилиплет. Ну точнее я понимаю, это обыкновенная лудомания. Кто-то успел на этом активе заработать. Я как бы тоже на этом активе 400% заработал. Но это не значит, что я теперь должен вокруг него жить. Он дал возможность заработать. Все, теперь он должен уйти на покой до следующей возможности подобной. Как, соответственно, в свое время показал тот же Dogicoin. Он дал хорошее восходящее движение. Дал хорошую разгрузку. Дал хорошую фазу накопления. И сейчас я его рассматриваю к покупке. Сейчас я в очень хороших лонгах по Dogicoin. Есть такая вероятность, что и такая же история повторится с Шибой. Но явно не сейчас. Поэтому я бы немножечко хотел охладить пыл тех, кто мне пишет по поводу этой Шибы. Ребят, все, тут уже поезд предыдущего роста ушел. А новый еще на перроны не подъехал. Поэтому не торопитесь. Подводя итоги, хотел бы обратить ваше внимание, что, несмотря на огромное количество выносов стопов, все-таки уровень 47 тысяч. Плюс-минус мы с вами удерживаем. Мы с вами наблюдаем довольно неплохого покупателя. Я еще раз вам говорю. Если бы у нас была цель плюс на 43 тысячи долларов, мы бы уже туда сходили. Там хорошие уровни были пробиты. Уже хороший объем продавцов должен был вылезти. Нет. Откупают, защищают эти уровни. И я думаю, защита, она здесь отстоит свое. И вероятность на то, что мы с вами исходим на 50-52 тысячи здесь, ну, я бы сказал, очень велика. И довольно неплохая вероятность то, что мы с вами еще увидим диапазон цен, типа 57-62 тысячи. Поэтому я бы тут пока хранить актив не стал бы. Но я еще раз хочу акцентировать ваше внимание на том, что касается ситуации глобальной, я считаю, что вероятность на то, что мы там сходим, типа, а-ля, тысяч на 20-15, очень велика. Конечно, не в этом году, но явно в этом цикле я не ожидаю там 100 тысяч долларов, а то и выше. Какой-то среднесрочный рост, да, что-то глобальное, я считаю, очень-очень-очень маловероятно. Друзья, не забывайте принимать участие в розыгрыше на 150 долларов. Лайк, подписка и комментарий. Да и, в принципе, просто поддерживайте канал. С наступающим вас! Это крайний выпуск по аналитике. Я думаю, еще будет выпуск на Новый год. Но что касается аналитики, на YouTube это крайний выпуск. Соответственно, если какая-то будет очень важная информация, разумеется, я буду сразу же писать вам по любому важному поводу в Телеграме. Поэтому, если не подписаны, подписывайтесь. Еще обратите внимание, что у нас есть в Телеграме чат, очень классный, активный. Там каждый день сотни сообщений по криптовалютной тематике. Ребята общаются и комьюнити мне очень нравится. Лайк, подписка, комментарий. До следующего выпуска, друзья! Работаем! Субтитры сделал DimaTorzok